Варышникова Марина Юрьевна, заместитель исполнительного директора Национального фонда подготовки кадров, которая будет сегодня вести это выбирание. Сначала несколько организационных вопросов для того, чтобы мы с вами понимали, как будет устроена наша работа в течение ближайших двух часов. Учитывая такое большое количество участников нашего мероприятия и тот большой объем информации, которую мы хотели сегодня с вами обсудить, мы предлагаем следующую форму работы. Вначале будут сделаны некоторые краткие сообщения по основным содержательным аспектам мониторинга, которые будут осуществлять МПК в отношении проектов Российского научного фонда. Потом у нас останется некоторый проминуток времени для того, чтобы у вас была возможность получить ответы на ваши вопросы. Мы специально понимая, что вы заинтересованы в получении достаточно большого объема информации, в получении развернутых ответов, значит, в своем запросе просили вас эти вопросы формулировать заранее. Мы получили больше 80 вопросов, значит, на которые, с одной стороны, попытаемся дать ответы сегодня, на те вопросы, на которые мы сегодня не успеем ответить, или те проблемы, те темы, которые, может быть, мы не успеем обсудить, мы готовы в течение ближайшего времени, значит, подготовить развернутые ответы, которые будут размещены на сайте Российского научного фонда, а также на сайте Национального фонда подготовки карты. Кроме того, учитывая, что количество участников достаточно большое, у всех различные технические возможности, в случае, если у вас по каким-то техническим причинам произойдут сбои, временные отключения и так далее, вы не волнуйтесь, запись сегодняшнего вебинара также будет доступна по ссылке, которые вы вам сообщили, и вы всегда сможете потом еще раз прослушать всю информацию и сформулировать, значит, те вопросы, которые у вас появятся уже по результатам нашей сегодняшней работы. Единственная просьба, учитывая такое большое количество участников, мы бы просили, значит, чтобы вы можете в чатах формулировать свои вопросы в ходе того, как выступающие будут делать свои сообщения, но мы не будем прерываться для ответов, потому что, ну, мы хотели бы, чтобы наше мероприятие прошло организованно и в какие-то разумные сроки, но еще раз повторяю, на все ваши вопросы ответы вы получите. В работе нашего вебинара принимает участие заместитель генерального директора Российского научного фонда Сергей Викторович Лебедев, который, значит, по его, так скажем, итогам, во-первых, прокомментирует то, что мы с вами сегодня будем обсуждать, и, во-вторых, конечно же, ответит на ваши вопросы, которые вы задавали в ходе подготовки вебинара. Теперь несколько слов о том, значит, в чем заключается функция МППК и о каком мониторинге мы с вами сегодня будем говорить для того, чтобы, во-первых, у вас появилась ясность о том, какова наша функция в данном проекте, а во-вторых, для того, чтобы частично ответить на те вопросы, которые уже вы задавали, да, потому что, ну, это как бы некая новая роль, которая возникает в ходе реализации ваших научных проектов. И для многих из вас национальный фонд подготовки кадров организации достаточно известная. Это и приоритетный национальный проект образования, это и мониторинг национальных исследовательских и федеральных университетов, это и федеральная целевая программа научные и научно-педагогические кадры. И в этой связи, значит, вы как бы знаете, да, в чем заключается функция мониторинга, поэтому сразу, чтобы предвосвятить ваши вопросы, скажу, что в данном случае мониторинг имеет некоторые особенности, потому что по поручению, значит, Российского научного фонда мы выполняем, если так можно выразиться, ретроспективный анализ ваших отчетных документов, то есть мы анализируем отчеты и публикации 2014 года. И основная наша функция в данном случае информационно-аналитическая для того, чтобы на основании проведенного анализа, во-первых, значит, посмотреть, насколько отчеты и, значит, соответствуют требованиям конкурсной документации, тем условиям, которые включены в соглашение, значит, насколько как бы отчетной информации достаточно, насколько она полная и развернутая для того, чтобы Российский научный фонд мог иметь полную целостную картину того, как происходит реализация исследовательских проектов в рамках, значит, выданных грамм. Значит, и вторая функция, вторая такая задача этого мониторинга по его результатам подготовить некие рекомендации, направленные на доработку и, значит, конкурсных документов и форматов соглашений, и форматов отчетных форм. Если в ходе нашей совместной работы, значит, мы придем к выводу о том, что такие корректировки необходимы для повышения качества работы. В этой связи содержательно, значит, мониторинг, проводимый УППК, делится по трем основным линиям. Прежде всего, это мониторинг публикаций, то есть того публикационного потока, который был с вами сформирован в ходе реализации проекта 2014 года и который сейчас мы подвергаем детальному анонимику. Второе направление мониторинга – это формальная проверка отчетов на соответствие требованиям корпусной документации и условиям соглашения. И третье. Миния нашей работы связана с проведением мониторинговых визитов в организации исполнителей с целью, во-первых, проверки, значит, выполнения условий соглашения, что иногда, а точнее, почти всегда невозможно без анализа какой-то первичной отчетности, потому что одной из задач является проверка целевого использования всех стран. Поэтому вот это третья линия нашей работы. И в этой связи сразу хочу сказать, что именно по этим направлениям и будет выстраиваться наше взаимодействие с вами. То есть вы можете получать от нас запросы, связанные с необходимостью уточнения той отчетной информации, которая была представлена вами в 2014 году. К некоторым из вас мы приведем с визитами, и в любом случае, значит, вся ваша отчетная документация будет подвергнута анализу и найдет отражение вот тех итоговых документов по результатам мониторинга, которые вы должны по себе подготовить. В этой связи наш вебинар сегодня содержательно будет затрагивать вот эти три темы. Значит, и начнем мы нашу работу как раз с анализа той публикационной активности, которая фиксирована в отчетах 2014 года. И для этого я предоставляю слово главному специалисту национального фонда подготовки кадров Павлу Геннадьевичу Алину. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами поговорим по поводу результатов, первичных, точнее предварительных результатов мониторинга публикационной активности по грантам РНР за 2014 год, но наш разговор будет касаться вещей не аналитических, но аналитических не точки зрения библиометрии. То есть наукометрический анализ, он пока не производится. Мы будем говорить исключительно о статистике, о том, какие основные проблемы могут быть выявлены в результате анализа публикационного потока. Но еще раз повторяю, о библиометрии, о качестве публикационного потока, который воспроизводится на грантах РНР, мы говорить сейчас не будем. Поэтому я бы сразу часть вопросов пытались отвести. Итак, я предлагаю построить мое выступление по следующей схеме. Сначала, что такое публикация, как научный результат, полученный в ходе исследования по грантам РНР. Далее, предварительный анализ результата мониторинга. Те основные проблемы, надводные и подводные камни, с которыми приходится сталкиваться, грантополучателем в публикационной практике и некоторые рекомендации, которые я осмелюсь вам дать по подготовке к публикации по грантам РНР. Но, в общем, не секрет, что все научные фонды, особенно национальные научные фонды, направляют свою стратегию на достижение результата мирового уровня. Соответственно, они поднимают высокую планку своих или требуют высокой планки в результатах своих исследований. И поскольку исследовательская деятельность в итоге приводит к публикации, как, так сказать, выражению и закреплению научного результата, то, соответственно, публикация, которая делается на грантах научных фондах, предъявляются соответствующие требования. Если к исследованию предъявляются требования мирового уровня, то и от публикации тоже следует ожидать подобных же требований. Какие требования предъявляет Российский научный фонд к оформлению своих публикаций? Собственно, это все указано, есть вся эта информация на слайдах, точнее, на сайте Российского научного фонда. Я приведу лишь вот некоторые выдержки, значимые с моей точки зрения, по сумме тех требований, которые выдвигают РНФ к публикациям как результатам выполнения проекта. Итак, для зачета в качестве публикаций выступаю, во-первых, монографию, точнее говоря, конечно же, статьи в научных журналах, это по умолчанию, монографии, публикации в ведущих лицензированных научных изданиях и публикации в тех изданиях, которые индексируются в системах цитирования Web of Science, Focus и RINs. Вот здесь мы говорим об изданиях, и под этим подразумевается не только публикация в научных журналах, хотя, еще раз повторяю, это, конечно, приоритет, но и публикация, например, в докладах научных конференциях, которые индексируются и в Web of Science, и в Scopus, и в том же Российском индексе научного цитирования, монографии, сборники статей, книжные серии, в общем, весь тот поток основной научной литературы, которая отражается в ведущих международных индексах научного цитирования и в национальном индексе научного цитирования. Далее, элементы, основные элементы, которые должны в обязательном порядке присутствовать при обрамлении публикаций по грантам Российского научного фонда. Значит, мы уже сказали о тех изданиях, которые должны быть, где они должны отражаться. Это основное требование, что те издания, в которых вы публикуетесь, не важно от их формы, от их жанра, важно, что они должны присутствовать, или, еще раз подчеркиваю, в международных индексах научного цитирования, то есть в Web of Science Co-Collection, или в Scopus, или же, как минимум, в Российском индексе научного цитирования. Обязательно корректная ссылка в публикации на источники финансирования исследований, то есть Российский научный фонд. Должно быть приведено полное название с номером, точным, опять-таки подчеркиваю, номером соглашения грантового. Почему я здесь дважды указываю корректную ссылку, точный номер? Потому что, к сожалению, чуть позже я покажу статистику, эти аспекты вызывают, как ни странно, порождают, точнее, некоторые ошибки. Точнее говоря, некорректное воспроизведение названия фонда или некорректное воспроизведение номера грантового соглашения приводит к тому, что публикация внутри Web of Science Co-Collection или Scopus просто может быть не идентифицирована, как та публикация, которая отражает результаты исследований, сделанные по гранту Российского научного фонда. Еще раз повторяю, чуть позже я об этом более подробно остановлюсь. Дальше. Если публикация создается не одним автором, то есть это не монопубликация, а авторским коллективом, и это, скорее всего, будет встречаться в большинстве случаев, все-таки современная наука делается в основном за счет авторских коллективов, точнее, научных коллективов, а не одиночками. Итак, если авторский коллектив есть, тогда должно быть указание конкретно, кто завтра поддерживается, точнее, чья деятельность поддерживается Российским научным фондом. Опять-таки, далеко не во всех публикациях, которые делаются в изданиях, индексированных Web of Science Co-Collection или Scopus, такая информация отражается. Дальше. Обязательный элемент в оформлении публикаций, особенно тех, которые поддерживают Российским научным фондом, это аффилиация авторов. Уважаемые авторы, необходимо указывать все-таки места ваши четко, опять-таки, распознаваемые, различаемые места вашей работы. Потому что, несмотря на то, что грант выдается научному коллективу, он все-таки имеет какое-то отношение и к организации, в которой работает этот научный коллектив или часть сотрудников научного коллектива, которые выполняют исследования по гранту РНК. А теперь перейдем к статистике. Итак, сначала общая статистика отчетных публикаций по грантам 2014 года. Собственно, это тот массив, с которого мы начинали свою работу. Итак, в отчетном массиве всего было собрано 6267 публикаций, которые представлены были теми научными коллективами, выполнявшими грантовые соглашения, а всего их 1104. То есть, в среднем на каждый грант приходится, это такая условная, и отнюдь не наукометрический показатель, в среднем число публикаций на грант около 6, 5,7. В этом исходном массиве публикации были представлены, точнее, данные о публикациях были представлены как на русском, так и на английском языке. То есть, англоязычные публикации это приблизительно 40% публикационного потока, 2500 и 3700 публикаций на английском языке. Ну вот пока по этой информации, вроде бы, это нормальное распределение для, скажем так, для российской науки, когда все равно в большей степени публикационный поток идет в русскоязычных изданиях. Надо сказать сразу, что часть русскоязычных изданий, которые были представлены в отчетах ОРНФ, они переводятся и индексируются уже из Кокуси и в Web of Science for Collection. Теперь по видам. Научных публикаций. Итак, весь этот массив, 6267 публикаций, распределяется по тем видам, которые вы сейчас увидите на экране. Это, в первую очередь, статьи, научные статьи, то есть то, что маркируется на Web of Science for Collection и в Скокусе, как Articles, таковых 4817 заглавий, обзоры, ревьюс, 209, 172 монографии, 950 тезисов и 119 патентов и иных форм администраторов и интеллектуальных деятельностей. Значит, я хочу сразу сказать, что с ридами, то есть мы принимаем риды, но мы их не оцениваем никак. И, то есть, в мониторинге риды, они вообще никак не учитываются. Учитывались только научные публикации, то есть статьи, обзоры, монографии. И вот вопрос о тезисах. Тезисы на втором месте по количеству после статей. И вот здесь в скобках я недаром указал unsightable documents, то есть это нет цитируемых документов. Об этом я чуть позже опять и скажу. Это, так сказать, соображение, следует или не следует отчитываться или публиковаться в виде тезисов. Если не следует, то почему? Предварительные результаты мониторинга, которые проводили сотрудники национальной подготовки кадров по общему публикационному массиву, полученному на основании отчетов по грантам 2014 года, 2636, то есть чуть больше половины. публикации было проверено. Эти публикации 2600 с копеечками были представлены в... точнее, шли по 561 отчетам, то есть по соглашениям. В среднем на каждое соглашение тут уже меньше. Приходится количество публикаций 4,7. Но я хочу сказать, что нам удалось в первую очередь просмотреть, проанализировать те публикационные материалы, которые даны на английском языке. Итак, в исходном массиве 2563 мы просмотрели 2225, то есть почти 90%. Русскоязычные, да, в меньшинстве пока это чуть больше 10% всех просмотренных материалов, проверенных, которые были предъявлены в отчетах ремня за 2014 год. Вот результаты. Опять предварительные результаты. Они, так сказать, это скорее ознакомительные. Нет никаких решений жестких, никаких, собственно говоря, административных рассектов, никакие административные рассеки не будут применены. Просто мы взяли этот массив и по задным критериям просматривали и оценивали публикация может быть принята к отчету, либо она не принята по тем или иным причинам, или же решение может быть, невозможно быть принято, невозможно быть принято решение. Почему? Потому что основной, значит, резон, потому что мы не могли принять то или иное решение, основная причина заключалась в отсутствии данных по публикации как таковой. То есть, публикации нет ее отражения в индексах научного цитирования, ни в Web of Science, ни в Спокусе, ни в Ринце, нету данных о публикации на сайтах издателей или редакции журнала, нету, если это журнальная публикация, не на сайтах издательства, не на сайтах издательства, нету данных о публикации, которые представили, собственно говоря, сами грантополучатели, либо в виде текста публикации, в виде издательской верстки или текст публикации, даже точнее не публикации, а скорее авторской рубрики. Так вот, если хоть какой-то, то есть, если мы не видим вообще никаких данных о публикации, решение не принималось. Точнее говоря, решение будет приниматься в конце 2015 года, когда мы все-таки, либо вступая в контакт с представителями того или иного научного коллектива, которые не предоставили с ними о публикациях, все-таки предоставят их, и мы сможем тогда принять решение. Так вот, таких вот непредоставленных сведений вообще 282 публикации из 2600, которые мы проверили. Итак, от обработанного массива это 11%. От публикаций, которые не проходили по критериям мониторинга, то есть, там либо отсутствуют записи, точнее, указания на финансовый источник исследований, то есть, ссылка на РНФ, либо эта публикация не индексировалась в Web of Science Co-Collection в комплексе или РНФ. Итак, вот таких, ну, условно говоря, негативных оценок 247, это 9% от обработанного массива публикационного потока в 2014 году. И принято, то есть, на самом деле, большая часть, 80% всех тех публикаций, которые были обработаны, они соответствуют тем критериям, которые предъявляют РНФ к публикациям, делающимся в рамках отчетов по проектам РНФ. Значит, 2107 публикации, они полностью соответствуют. Рассмотрим те типичные ошибки, ну, не хотелось бы говорить о ошибке, но те типичные проблемные ситуации, которые возникают с представлением, с продвижением публикаций, которые делаются по отчетам Российского Национального Научного Фонда. Итак, первое. Самый большой процент проблем приносит публикации, которые не отражаются, не индексируются в международном и национальном системе научного цитирования, то есть, которых нет. Либо Web of Science по коллекшн, либо Скокуси, либо Линс. Ну, по поводу отражения, например, публикации Скокуси, я тоже буду чуть позже делать отдельное замечание. Вот, по поводу Линса. Понятно, что международный журнал, международный, зарубежный монографик на английском языке безусловно Линс не обрабатывает. И Линс обрабатывает в подавляющем большинстве Линс. Только, точнее, не подавляющим, а вообще обрабатывают только те публикации, которые делаются не обязательно на русском языке, но на территории Российской Федерации. То есть, которые делаются российскими организациями. И отражают российский публикационный поток. Поэтому, если мы говорим о международности научных исследований, о международном результате, если мы говорим о международности публикаций, тогда в первую очередь мы должны ориентироваться на международную систему научного цитирования, в том, в Сайверской Коннекшн или в Сокусе. Итак, если работа не индексируется в международных и национальных индексах, тогда она не рассчитывается. И таких у нас получалось публикаций 163 из 2600. То есть, среди всех проблем публикаций это две трети. вот проблемы у нас было 247 на предыдущем слайде, я вам покажу. Вот, 247 публикаций, которые были бы не приняты. Из них 163, повторяю, две трети, это те публикации, которые не отражаются ни в одном из них. Дальше. Довольно распространенная ошибка. это ошибка авторская, безусловно. В этом авторы должны согласиться. Дата публикации раньше даты грантового соглашения. с вами понимаете, по логике просто каким образом тогда отражены публикации результаты исследований по грантам если грантового соглашения было подписано позже даты выхода публикации. Как говорится, без комментариев. 82 публикации такие были обнаружены. Это треть всего массива. Дальше. Публикация не отражена, то есть они есть, они проиндексированы в Web of Science Co-Connection или в Скокусе или в Ринце. дата публикации позже подписания грантового соглашения, но нет никакой ссылки на РНГ. Ни аббревиатура, ни полное название, ни номер грантового 24% всех таких проблемных ситуаций 59 публикаций. Да, я прошу заметить, у меня тут есть специальная ссылка, что число проблемных ситуаций может стоить несколько вариантов. То есть там может быть, например, и раньше, то есть были случаи, когда публикация делается раньше, и там нет, например, ссылки на РНГ. Тем не менее, почему придем представили в качестве отчета. Непонятно. Теперь. Вот эти проблемные ситуации, откуда они возникают, и немножко пошире поговорим о проблемах с оформлением публикаций по грантам РНФ. Я уже неоднократно говорил о том, что нужно корректно указывать название фонда или его аббревиатуру. Вот что у нас получается. По анализу публикационного потока, который заявлен, как отчетный по грантам РНФ, и отражается, например, Web of Science Co-Collection, а таких мы обнаружили порядка около двух тысяч публикаций. Так вот, только 64%, то есть, опять, две-три публикаций правильно указаны названия фонда или правильная аббревиатура. Russian Science Foundation или RSF. Всего найдено 12 иного вариантов названия Russian Science Foundation. Да, естественно, на английском языке это все. И тут есть и такие, как Russian Scientific Foundation. Я понимаю, Scientific и Science тут, в общем, близкие. Точно так же, как и Russian Scientific Fund. Но в целом откуда говорят Russian National Foundation. Russian Research Foundation. Довольно часто получается другая ситуация, когда вместо названия фонда РНФ указывается, например, РФФИ, при этом грамотное соглашение, выбор грамотного соглашения нормальный. То есть, он тот, который принадлежит РНФ, а не РФФИ. таких, ну, как часто, да, 28 вот таких случаев мы обнаружили, это 1%, но тем не менее, такие встречаются. Это к важности вообще-то библиографической работы над публикацией. Уважаем авторы, больше, чуть-чуть больше внимания обращайте на вот такие технические вопросы при оформлении просто ваших выпусков. теперь некоторые вопросы, которые связаны с проблемами не авторскими, но проблемами, которыми авторам нужно иметь в виду. Итак, проблемы агрегатора, точнее, проблемы скопуса, которые индексируют публикации, в том числе и сделанные по результатам исследований по грантам РНФ. Здесь к РНФ вообще никаких взаимосвязей между скопусом РНФ. Просто скопус, к сожалению, не очень хорошо сейчас обрабатывает и представляет информацию о грантодатинге. То есть, ту информацию, которую авторы пишут в разделе «Благодарность фонду за предоставленную финансовую поддержку». Так вот, эта благодарность она не очень качественно или вообще не отражается или неправильно отражается в скопусе. Вот пример. я взял статью, которая сделана в очень приличном журнале. Это Public Library of Science 1, Close 1. Я думаю, ну, если не все, то многие из присутствующих сейчас на нашем семинаре знают этот журнал. Вот журнал «Скрытого доступа». Все статьи для читателя не бесплатны. Итак, вот вы видите, что авторы, я, кстати, специально закрыл авторов, все ссылки, чтобы можно было идентифицировать, чья это статья. Но это статья наших авторов, точнее, совместного авторского объектива, где присутствуют авторы из РНФ в том числе, то есть по грантам РНФ, работающих в том числе. Итак, в Public Library of Science в этом журнале статья, точнее, информация по кто источник финансирования и номер гранта, все есть. Дальше, как эта статья отражается? Извините, здесь у меня ошибка не скокус, это Web of Science. Коллеги, я прошу, извините, здесь не, еще повторяю, не скокус, а Web of Science. В Web of Science эта информация отражается в декларе. То есть, есть, указание на источник, номер гранта, который, извините, затер, он есть. А теперь скокус. В скокусе нет никакого указания на источник, точнее, есть, но на другую, которая не имеет отношения к этой статье вообще никакой. И нету ссылки на Российский научный фонд и грантового соглашения. Еще один вариант, в котором могут столкнуться авторы, это некачественная обработка экономичности, то есть, вот этого раздела в некоторых журналах. В частности, в некоторых российских журналах по гуманитарным и социальным наукам, которые фиксируются в Web of Science по коллекции и в стопусах. Здесь какая проблема? Это журнал социологического исследования, он не переводится на английский язык, переводится только метаданные, то есть, название статей, ключевые слова, имена авторов, места их работы и аннотация. Так вот, в русскоязычном издании, точнее, версии социологических исследований, авторы проявляются грантополучателями РНФ, они указали все, то есть, гранты и так далее, что это РНФ сделано, но не в Web of Science, не в скопусе этой информации нету. Рекомендации. Итак, для автора, который публикует статьи, созданную по результатам исследований по гранту, РНФ, важно, естественно, отразить правильную информацию, то есть, информацию о фонде. информацию о том, как правильно пишется на английском языке РНФ, мы можем взять с сайта РНФ, только говоря, это дается в 291 ФЗ, который заявляет деятельность Российского научного фонда. Полный текст этого закона воспроизведен на сайте РНФ, и, только говоря, я ничего не придумываю, можно зайти на сайт и посмотреть, как пишется Российский научный фонд на английском языке или аббревиатура. Дальше, исходя из того, что мы уже с вами рассмотрели, если есть такие возможности, то перед подачей выплаты в тот или иной журнал посмотрите, как отражается knowledge, то есть, вот эта часть благодарности научных фондов, как она отражается в том или ином журнале, насколько адекватно, насколько полно, не искаженная. Если есть у журнала проблемы с отражением этой информации, тогда лучше поработать с другим журналом, с другим издателем, если такие возможности, конечно, есть. К сожалению, пока еще нужно иметь в виду, что, если у вас журнал, в котором вы собираетесь размещать, публикации, индексируется в скопус, но при этом скопус пока еще не вполне адекватно отражает издание, точнее информацию по фондам. Если есть возможность выбора между журналами, инвестируемыми в область сайенс и скопусе, пока лучше выбирать область сайенс, сколько вам лучше. Я надеюсь, что в течение ближайшего года, может быть, не до конца, но, может быть, начале 2016-го, проблему со скопусом можно будет разрешить, когда все будет нормально, когда проблема будет снята. Так же, это для авторов, которые работают в области социальных и гуманитарных наук, вот, нужно иметь в виду, что в связи с технологическим обставанием, особенно связанным с реализацией, значит, электронных онлайновых версий, и вообще, просто с техническим развитием российских научных журналов по гуманитарным и социальным наукам, нужно помнить, что есть возможность неполного или вообще неотражения ваших acknowledgments в версиях луналов, которые индексируются в Web of Science и вископ. И последнее замечание, это касается, собственно говоря, даже не замечание, а рекомендация, касается тезисов. Еще раз повторяю, у нас тезисы почти тысяча из шести тысяч рассмотренных публикаций, почти тысяча 250 это тезисы. То есть 17% всех слов публикационного потока. Точнее, каждая шестая публикация это тезисы. Но тезисы, насколько они выглядят для авторов? Цитирую, массы они не получат. Индекс хирша они не поднимают. Показатели публикационной активности для организации они не входят. Библиометрические показатели, например, которые рассчитываются или персональные, или организационные, как правило, тезисы тоже не используются. То есть для продуктивной деятельности в рамках грампового соглашения автору, все-таки сетей автору, следует акцентировать свое внимание, ориентироваться на другие формы журнальной публикации, в первую очередь обзоры или исследовательские статьи. Да, в социальных и гуманитарных науках журналы менее приоритетны, там приоритетны, ну, монографии, значит, надо ориентироваться на монографию. Ну, собственно говоря, на этой ноте мне хотелось закончить. Я благодарю вас за внимание. Если некоторые вопросы, мы, наверное, рассмотрим все. Спасибо, Павел Геннадьевич. Уважаемые коллеги, понимаю, что публикационная активность требована в публикации вопросов, учета статей, значит, представленных в 2014 году, это тема, которая действительно очень серьезно волнует большинство исполнителей грантовых соглашений, и об этом прежде всего свидетельствует то количество вопросов, которые предварительно уже были направлены нам, и они касались исключительно публикаций. Может быть, мы сегодня излишне подробно, излишне детально, что называется, попытались прокомментировать ту статистику, которую мы имеем на сегодняшний день. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что это действительно пока только предварительные результаты, и эта статистика интересует нас прежде всего в аналитическом аспекте, не в управленческом, административном, принять, не принять, наказать. Это как бы функция Российского научного фонда, и вы с ними взаимодействовали по данному вопросу. А нам было прежде всего важно понять, какие основные проблемы, какие основные вопросы возникают прежде всего у вас, как у авторов, с подготовкой этих публикационных материалов. И мы готовы и дальше с вами, если будет такая потребность, продолжать обсуждение данной тематики, проводить подобного рода мероприятия, по вашим запросам, если вы посчитаете, что это вам нужно, что это целесообразно. Уже сейчас в чатах мы видим очень активную переписку, то есть, что показывает, что тема действительно важная и нужная. На часть вопросов дадим ответы в ходе сегодняшнего мероприятия, на часть, как я уже сказала, все ответы будут подготовлены и размещены на сайтах Российского научного фонда и сайте МППК. Это же касается и тех презентаций, с которыми сегодня выступают наши докладчики, наши специалисты, то есть, так же, как будет размещена видеозапись вебинара, там же будут размещены и презентации, с которыми вы можете уже спокойно, детально ознакомиться и задать вопросы. Спасибо, Павел Владимирович. А сейчас мы спланировали обсудить с вами тему, касающуюся выполнения условий соглашения достижения дегаторов эффективности проектов. Значит, я предоставляю слово Нидаревой Раисе Васильевне, руководителю отдела финансового мониторинга национального фонда Уважаемые коллеги, добрый день. Павел Владимирович подробно остановился на показателе эффективности, связанных с публикационной активностью. Я довольно кратко остановлюсь на других показателях эффективности, которые в соглашении отрежены и выполнении прочих условий соглашения. Прочим показателем эффективности работы по проекту является количество членов научной группы, число членов научной группы исследователей в возрасте до 39 лет, поскольку РНР компания заказчик заинтересован в привлечении молодых исполнителей в российскую науку, поэтому данный показатель также присутствует как показатель эффективности. По четвертому конкурсу проведение фундаментальных научных исследователей и международными научными группами показательной эффективности кроме этих является число российских исследователей в составе международной научной группы и число российских исследователей в возрасте до 39 лет в составе международной научной группы. Эти все показатели есть в условиях соглашения и эти же показатели вы должны попасть отразить в отчетных формах. В самом тексте соглашения есть прочие условия, которые также должны быть выполнены и отражены в той или иной степени отчетных форм. Я условно их совершенно разделила на такие разделы. То есть это обязанности организации. К обязанностям организации я отнесла не стоимостные и не количественные показатели, а такие общие. То есть обязательное введение раздельного учета расходов по средствам гранта, наличие заявок от руководителя научного коллектива на оплату вознаграждения членов научной группы, наличие на всех счетах, на основании которых производится оплата без руководителя научного коллектива, наличие приказа о создании лаборатории по третьему конкурсу, наличие трудового договора, обязательно трудового договора, еще раз подчеркиваю, с руководителем научного коллектива, наличие трудовых или гражданско-правовых договоров с каждым членом научного коллектива, наличие приказа о создании научного коллектива и при необходимости наличие приказа об изменении состава научного коллектива и по третьему конкурсу выполнение вновь созданных лабораториях предоставление научному коллективу софинансирования. Следующее условие, которое подраздели состав научного коллектива, значит у нас по первому конкурсу есть ограничение по количеству кандидатов на УК, то есть в условиях соглашения написано, что их должно быть не менее и определенное количество в каждом соглашении, это разное количество, количество аспирантов и студентов в составе научного коллектива и доля членов научного коллектива в возрасте до 39 лет в общей численности научного коллектива. И, значит, следующий раздел условий, я не вот так, финансовые условия. Первое, это общий размер ежегодного вознаграждения каждого члена научного коллектива должен быть по разным конкурсам, он разный. По-первыхому это 30, по-второму и третьему не более 30 процентов от общей суммы вознаграждения всех членов научной группы, по-второму и третьему не более 15, по-четвертому не более 20 процентов. Значит, следующее, ежегодное вознаграждение для всех молодых исследователей, членов научного коллектива. Молодые исследователи в данном случае, это кандидаты на ум до 35 лет и члены научного коллектива без степени до 30 лет включительно, не менее 25 процентов от суммы ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива. Значит, во всех этих самых случаях, когда речь идет о вознаграждении членов научного коллектива, в сумме вознаграждения, кроме начисленного вознаграждения или заработной платы по трудовым договорам, включаются все страховые взносы во все небюджетные фонды. Это четко прописано в конкурсной документации. Значит, следующее, размер накладных расходов не должен превышать сумму, которая указана в смете. И размер расходов на оплату труда сторонних организаций не должен превышать также сумму, которая указана в смете расходов. Это второе приложение «Соглашение ЮМ». Вот по всем тем условиям, которые отражены в показателях эффективности и в условиях самого соглашения, по нашему договору между РНМ и НФПК, мы должны были провести анализ представленной отчетности по грантам первого, второго, третьего и четвертого конкурсов отчетность за 2014 год. Мы анализировали только 2014 год. Ваша отчетность представлена в РНМ. Значит, теперь по результатам. Результаты, вы знаете, довольно, ну, в общем-то, я бы сказала, плачевны. Очень много несоответствий, очень много невыполненных условий соглашений. Значит, первое, на чем бы я хотела остановиться. В отчетах по 495 соглашений превышено фактически вознаграждение членов научной группы по сравнению с плановой. То есть, и разница эта составляет более 182 миллионов. Мы прекрасно понимаем, что в соглашении руководителям научного коллектива и руководителям организации дано право менять с ней эту расходы. Просто уже по практике работаю с фискальными органами, с Росфинадзором. И со счетной палаткой обращаю ваше внимание на то, что зарплата статьи с вознаграждением это всегда является красной тряпкой для этих проверяющих организаций. Поэтому, когда вы, я сейчас обращаюсь к научным руководителям, пишите служебную записку на имя руководителя организации с просьбой внести изменения в смету расходов за счет каких-то других статей, увеличить статью вознаграждения сотрудникам научного коллектива, пожалуйста, к этой служебной записке прикладывайте четкие обоснования, почему это нужно. И обоснование должно быть с научной точки зрения. И просьба к руководителям, и к планово-экономическим, и финансово-бухгалтерским службам организаций. Также обращайте внимание, когда вам приносят измененную смету, просите обоснования. Значит, следующее. В отчетах по 24 соглашениям имеются ошибки в отчетной форме 6.4, которая называется фактические расходы по проекту. Значит, именно технические ошибки, и они есть во многих формах относительно. Значит, общая сумма расходов, которую вы указываете в верхней строчке, не совпадает с суммой расходов по статьям. Значит, то же самое. В местах 16 соглашениях имеются в отчетах. Расхождение в сумме вознаграждений членов научного коллектива, которые отражены в форме 6.4, фактические расходы по проекту, и 6.7, информация, или 6.8 по третьему конкурсу. Информация о вознаграждении за счет гранта членов научной группы. Не совпадает она. Поэтому огромная просьба, вот эти вот все технические ошибки в дальнейшем не допускать. Наше предложение я сейчас уже сразу буду как бы предлагать, то, что рекомендации написала в слайдах, это будет дальше. Но я все-таки, по тексту каждого у меня замечания, по анализу сразу же рекомендации. Прежде чем заполнять отчетные формы представители научной группы или сам руководитель, которые часто этим занимаются, выверите все данные из бухгалтерии и квадроэкономическим отделов, чтобы у вас хотя бы суммы совпадали в разных формах. Потому что, когда анализируешь, совершенно непонятно, что брать за основу, какие данные из одной формы или из другой формы. Так, у нас есть по первому конкурсу 28 соглашений, по которым не выполнено условия по сумме вознаграждения молодых исследователей. Сумма вознаграждения молодых исследователей менее 25%, которые должны быть по условиям соглашения. Объяснения мы получили много, объяснение как бы в данном случае. Ну, мы так решили. Вы знаете, вы подписали соглашение с определенными условиями. И эти условия должны быть выполнены, а потом уже как бы, что решили вне условий соглашения. Хочу подробнее, более подробно остановиться на следующем замечании. В отчетах по 151 соглашению указаны нулевые суммы вознаграждения членов научного коллектива. Господа хорошие, у вас в соглашении четко прописано, с каждым членом научного коллектива должен быть заключен трудовой или гражданско-правовой договор. Значит, я не комментирую, если у вас трудовые отношения. Здесь, в принципе, в соответствии с трудовым кодексом не может быть нулевой заработной платы. Потому что там четко прописано, что заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц. То, что касается гражданско-правовых договоров. Да, действительно, в гражданском кодексе есть такое понятие, как договор безвозмездного оказания услуг. По опыту могу сказать, для налоговой инспекции такой формы договора не существует. Поэтому, значит, если у вас нет гражданско-правовых отношений или трудовых отношений с членами научного коллектива, то это не член научного коллектива. И показывать его в пункте 6, 7 или 6, 8 по разным отчетам, по разным конкурсам, нет смысла совершенно. Это нарушение условий соглашения. Значит, по 60 соглашениям имеется превышение процента возникновения отдельных членов. Как правило, это ведущие ученые в данной научной группе относительно общей суммы вознаграждения. То есть, или свыше 30% по первому конкурсу, или свыше 15% по второму, третьему, и 20% по четвертому. Это тоже недопустимо, поскольку это является условием соглашения. Значит, по сторонним организациям были уже вопросы, и сразу хочу сказать, что сторонние организации — это юрлицы. Все, что касается физлиц, они все относятся к вознаграждению. Никаких юрлиц по этой статье не должно быть. И еще, по третьему конкурсу. Некоторые в эту статью вставили расходы с организациями, которые занимались организацией международных школ. Это неправильно. Данная статья, значит, только по договорам с юридическими лицами, которые выполняют часть научно-исследовательской работы. Значит, и очень кратко, поскольку я уже выбиваюсь из регламента, значит, рекомендации для руководства научного коллектива. Значит, огромная просьба своевременно вносить предложение руководству по изменению состава научной группы, обоснованные предложения по изменению сметы, и привлекайте, пожалуйста, о чем я уже говорила, специалистов планово-экономической и бухгалтерской кадровой службы при составлении отчетности и при составлении измененной сметы расходов. Для руководства организации, пожалуйста, сейчас уже, если это возможно, приведите в соответствии с условиями соглашения все документы, которые регламентировали и регламентируют сейчас деятельность в рамках соглашения, приказы, служебные записки руководителя, документы, на основании которых осуществляется расход средств гранта и средства финансирования по третьему конкурсу. И своевременно оформляйте на основании предложений руководителя приказы, изменения приказов по составу научной группы, изменения сметы, оформления трудовых гражданско-правовых договоров, выплаты по актам и по гражданско-правовых договорам и так далее. Спасибо огромное. Спасибо, Раиса Васильевна. Значит, опять же, обращаю Ваше внимание, что не все Ваши вопросы нашли во время презентации, Раиса Васильевна. Значит, по части из них ответы уже подготовлены, по части мы подготовим и обязательно доведем до Вашего следа. Еще один вопрос, который мы сегодня с Вами хотели пообсудить, это проведение мониторинговых визитов в организации, на базе которой реализуются грантовые проекты Российского научного фонда. Значит, и опять же, исходя из Ваших вопросов, мы понимаем, что Вас действительно интересует и процедурное оформление этой работы и какие-то регламентные требования, и содержательные, и сроки проверок. Поэтому вот на эту тему с Вами поговорить контракт Евгения Константиновна, ведущий специалист. Добрый день, коллеги. Я расскажу Вам саму процедуру о проведении визитов проверок, которая, подсеркнула, проводится в организации, на базе которых реализуется проект РНЛ. Сама процедура, она имитируется руководством правлениям наушного российского научного фонда. Составка, адреси, график выездных проверок, все это утверждает правление фонда. И когда они утверждены, то организации, в которой планируется Вы, визитная прорезка, обязательно направляйте само письмо с указанием состава комиссии, указанием сроков проверки. И поэтому все Вы вовремя уверены. Предметом проверки является целевое использование средств гранта, это выполнение цели и условия соглашения, о которых было в предыдущем выступлении подробно рассказано. А также, соответственно, представленных отчетов фактического состояния документации и одним из пунктов является степень устранения замечаний ранее вынесенных РНЛ. Хочу сразу сказать, что любая проверка направляется именно с учетом Ваших писем-ответов, посланных на замечания в адрес РНЛ. Любая проверка начинается, в принципе, с запроса документации, которая утверждает раздельный финансовый учет по каждому соглашению, начиная это с оборудованной сальдовой ведомости по каждому соглашению. Также все платежные документы по каждому расходу за счет средств гранта, а также по третьему конкурсу и за счет софинансирования. В соответствии с этим также запрашивают документы, на основании которых были произведены выплаты, это и указы о составе изменения коллектива, и счета, факторы, и договоры, и акты, которые должны содержать, говоря, да, визу вводитель проекта. По другим условиям соглашения параллельно проводятся запрашивают документы, подтверждающие как состав научного коллектива, это все трудовые договора, все гражданства правовые, необходимости запрашивают копии дипломов о получении степени, справки о студентах, также запрашивают документы, подтверждающие выполнение работы на зарубежном исследовании, если это как раз четвертый конкурс касается, сколько они работали по проекту на территории Российской Федерации. И в принципе, также при проверке необходимости, если были запрашиваются копии статьи, если, например, они не были представлены, их тексты не были представлены в отчетности, и было трудно, чтобы какие-то возникли вопросы для их устранения. И в процессе проверки, конечно, комиссия старается ответить на все возникающие вопросы у брендополучателей, документировать или дать разъяснение каких-то пунктов соглашения или проверки. И по результату, в принципе, любой проверки составляется акт. Акт подписан со всеми членами комиссии, и уже подписан на акт, он для ознакомления передается руководству организациям. Акт содержит как замечания, так и рекомендации, как их устранить. На данный момент было проведено 8 выясных проверок в организации, по результатам которых можно сказать, что системных ошибок не выявлено. В основном все документы ведут в соответствии с фондом соглашения, требованиям, и также с законодательством Российской Федерации. В следующем скором времени будут проведены еще несколько проверок в выездных. В плане, в график этих проверок, он наставит согласование и утверждение с руководством Российского научного фонда, и как только он будет утвержден, все организации получат соответствующие письма и уведомления о сроках проведения данной проверки. В принципе, у меня кратко на все. Все остальные вопросы, я думаю, будут в Польше. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, собственно, вся та информация, которую мы хотели, значит, давать, привести в ходе сегодняшнего мероприятия, понимаю, что для вас гораздо более важным и интересным являются ответы на вопросы, да, которые вы сформулировали, в том числе и заранее в рамках подготовки вебинара. Поэтому я предоставляю слово Сергею Викторовичу Лебедеву, заместителю генерального директора Российского научного фонда, и надеюсь, что, значит, на большую часть этих вопросов вы получите ответ уже в ходе нашей сегодняшнего вопроса. Здравствуйте, уважаемые ученые, участники семинара. У меня здесь около 10 страниц вопросов, значит, прежде всего я хотел бы отметить, что я буду отвечать не на все, потому что на реальность вопросов у нас ответы висят на сайте, и политика фонда заключается в том, что мы просим сначала всех спрашивающих ознакомиться с содержанием ответов на сайте. Те вопросы, которые нам уже задавали, мы не рассматриваем, и об этом честно предупреждаем всех спрашивающих. Но, тем не менее, я постараюсь на большую часть вопросов ответить. Каков механизм оплаты статей в иностранных журналах посредством РНФ? Институты напрямую не могут переводить средства иностранной редакции. Мы, единственное, что я могу сказать по этому поводу, что мы разрешаем платить за публикации там, где такие разрешения, там, где такая оплата требуется, это далеко не так. Например, сколько я знаю, Шпрингер за бумажные версии журналов не берет оплату за публикации, а берет только оплату за журналы, которые open access. Институты не могут напрямую ввести средства иностранным редакциям. Но это ваша хозяйственная деятельность, мы в нее не вмешиваемся. Тем не менее, я знаю, что очень много ученых публикуют такие статьи. Видимо, какой-то механизм есть. Это вопрос не к нам. Как перевести деньги иностранной редакции? То есть от нас только то, что мы разрешаем это делать. Более того, мы, конечно, приветствуем публикацию в зарубежных журналах, которые индексируются в Web of Science или Scopus. Если статья индексируется одновременно Scopus и RINs, то можно ли учитывать как публикацию одновременно для обеих этих систем? Конечно, можно. В финансовом отчете требуется ли подобная расшифровка по обретенным позициям, например, по материалам? Ничего того, что не указано в подстрочнике финансовых отчетов, не требуется. Только то, что указано в требованиях к составлению отчета. Конечно, нам совершенно неважно, вы купили сколько-то реактива, сколько-то гвоздей, скрепок, бумаги. Нам это неважно. Поверьте, так сказать, все хорошо в меру, в том числе расшифровка по материалам, если она вообще требуется. В общем, это не вопрос. За это никто никаких замечаний не получит. Вот, например, о том, какое дорогостоящее оборудование закуплено, нам интересно, поскольку периодически тема обновления инфраструктуры, закупки дорогостоящего, уникального оборудования, она поднимается и в правительстве, и в администрации президента. Мы тоже пишем какие-то отчеты. Поэтому это нам интересно. А расходные материалы? По условиям реализации проекта требуется публикация в лицензированных журналах, включенных в бюллетень ВАК. А в настоящее время идет перерегистрация журналов. Вы знаете, я про ВАК ничего не знаю. У нас есть требования опубликовать в журналах, которые индексируются в App of Science, Копус. В ранних конкурсах у нас было требование опубликовать журналы в журналах для гуманитария, которые включены в РИНС. Но про ВАК у нас, по-моему, таких требований нет. Про публикацию в журналах, которые включены в перечень ВАК. Фонд таких требований не выдвигал. Финансирование конференционных грантов. Как быть с взносами участников? Мы считаем, что это нормально. Если участник конференции едет выступить с докладом, чтобы презентовать результаты работы, которые получены за счет гранта фонда, то он вполне может оплатить и оргвзнос, если такой оргвзнос по условиям конференции требуется. То есть это целевой расход. Он связан напрямую с выполнением проекта. То, что без оргвзноса он туда не поедет, не выступит. Соответственно, не будет публикации в материалах конференции. Поэтому здесь я ничего такого не вижу. Оплачивайте. РНФ признает только ВПС и Скопус. Однако ученые, занимающиеся, например, проблемами сельского хозяйства и так далее, публикуются в специализированных журналах, индексируемых в базе Агрис. Нельзя ли расширить перечень или и так далее. Понимаете, мы не сами выдумали ни ВПС и Скопус. Если вы посмотрите правительственные документы, то это и программа фундаментальных исследований на долгосрочный период, и ГПРНТ. Там есть соответствующие индикаторы. И в них присутствует Web of Science и Скопус. И других баз данных там нет. И наши требования, поскольку мы являемся участниками этой программы, в частности ГПРНТ, там есть специальное мероприятие по выделению фонду средств, и от нас требуются соответствующие отчеты, мы исключительно только поэтому называем Web of Science и Скопус. Если будет там этот самый Агрис, ну не вопрос. Пока его там нет, мы тоже его не учитываем. Плохо налажена информация о Web of Science и Скопус. Может быть, РНФ сможет разместить информацию на своем сайте? Вопрос, какую информацию? Есть сайт Thomson Reuters, есть сайт Elsevier. Там даже в открытом доступе, без подписки, лежат перечни всех журналов, которые входят в эти базы данных. Мы эти вопросы не размещаем. И более того, на мой взгляд, размещение перечней может как-то быть расценено неправильно этими уважаемыми институтами. То есть я не очень понимаю, почему нельзя взять эту информацию непосредственно с сайтов и Thomson Reuters, и LCV. Она там находится в этом доступе. Приходится заказывать и приобретать зарубежные книги по исследуемым проблемам гранта. Можно ли их оплачивать через статью иные расходы? Но если книга нужна вам для выполнения проекта, то, разумеется, ее можно купить. А по какой статье это учетная политика вашей организации? Может, они эту книгу поставят как основное средство? Я же не знаю. Может, они ее поставят как расходный материал? То есть это решаете внутри вашего института. Если книга нужна для выполнения проекта, ее купить можно. Если у нас публикаций за этот год больше, чем планировались заявки, то можно часть из них использовать для отчета за следующий год? Ну, давайте так. Вот надо писать то, что есть на самом деле. Если в этом году вы пообещали две публикации, а у вас их на самом деле три, то в следующем году мы не будем никого преследовать, если люди уменьшат количество публикаций. Мы считаем их то, что называется нарастающим итогом. Вот это вот деление по годам, оно исключительно ваше. Оно для нас важно, как средство текущего контроля. Но это информация виртуальная. Для нас важно выполнение условий, которые содержатся в текстовой части соглашения, которые, кстати, вы писали в своей заявке, где написано в каком-то месте, в каком-то пункте, что по результатам проекта коллектив собирается публиковать там 8 статей, индексируемых в App of Science или Scopus. Вот это для нас важно. А как они будут по годам, поверьте, мы не сильно на это обращаем внимание. Не сильно. То есть, если вы сами пообещали опубликовать 5 статей, а у вас вышла одна, для нас это тревожный знак. Но, тем не менее, мы пока ничего не делаем. И более того, решение по тому, насколько результативен проект, принимает вообще не фонд, а экспертный совет. Когда он будет рассматривать ваши отчеты и увидит, например, что у вас хроническое недовыполнение по публикационной активности, наш экспертный совет вправе, в соответствии с законом, предложить остановить проект. И у нас такие случаи в этом году были. Вы знаете, по результатам экспертизы 2014 года мы остановили реализацию четырех проектов. А еще значительную часть предупредили о том, что у них не все гладко с выполнением своих обязательств, как научных, так и формальных. Вот. И все об этом знают, все предупрежденные знают. И отчеты их 2015 года мы будем смотреть особенно внимательно. Я так понимаю, что если кто-то наступит на эти грабли второй раз, несмотря на то, что он предупрежден, ну, вполне экспертный совет может принять решение о том, что работу можно досрочно прекратить. Каким образом можно убрать исполнителей из научного коллектива? Можно ли как-то редактировать список исполнителей? Вы знаете, вот на этот ответ у нас точно, на этот вопрос ответ точно висит на сайте фондов. То есть это целиком дело организации. Вы нам в отчете приводите реальный список ваших исполнителей, включаете, выключаете сами по решению руководителя научного коллектива, а экспертиза вправе оценить, насколько разумны такие включения и исключения. Ну, например, у нас в целом ряде проектов есть категория основной исполнитель. Эти люди тоже у нас регистрируются в системе, пишут о своей квалификации, опыте, публикационной активности. И это тоже учитывается в процессе рецензирования заявок. Поэтому, если основной исполнитель исключается, эксперты вправе узнать, почему. И мы такую информацию в составе отчетов просим нам предоставить. Потому что мы не исключаем, что, ну, такое теоретически, может быть, я надеюсь, но и не будет практически, что они были использованы как паровозы для того, чтобы получить грант. Вот посмотрите у нас какой состав коллектива, а потом мы можем сказать спасибо, дальше мы без вас. Вот это вот не очень здорово будет. Но, опять же, все решения по этому поводу принимает экспертный совет. Не аппарат фонда. А так, еще раз говорю, все процессы включения и исключения, они целиком зависят от руководителя. Единственное условие, оно тоже есть в соглашении. Все это нужно оформлять приказами. И все. Исключайте чека, выпустили приказ об изменении состава коллектива. Включайте чека, выпустили соответствующий приказ. Это не сильно много. Тем более, я подозреваю, что такие приказы могут понадобиться организации, когда она будет перед налоговой отстаивать освобождение от налога на доходы физлиц. Ну, в соответствии с налоговым кодексом мы вошли в перечень организаций, гранты которых освобождаются от НДФЛ. Думаю, что налоговая может спросить приказы соответствующие. В проекте трое приглашенных молодых ученых из Англии, Франции. Является обязательным условием включения штата в университет или можно оформить договоры возмездного оказания услуг? Если нет прямого указания конкурсной документации на то, что кто-то должен быть в штате, у нас есть такие конкурсы. Ну, по крайней мере, руководители точно все должны являться штатными сотрудниками. Еще ряд категорий должны быть зачислены в штат. Но вот про молодых ученых я только знаю одно, что мы тут по молодым постдокам проводили конкурсы. Они тоже должны быть в штате. То есть на них должен быть заключен трудовой договор. А все остальные это решает руководитель, как ему удобно. Иметь их в штате или выплачивать по договорам гражданского правого характера мы никак это не регламентируем. Вопрос по второму конкурсу, по конкурсу поддержки существующих лабораторий. Сотрудник нашей лаборатории являлся таковым на момент подписания. Потом он из лаборатории ушел, но в организации остался. Мы хотим оставить его членом научной группы. Можно ли это? Не будет ли это нарушением? Вы знаете, ситуация следующая. Это был специализированный такой конкурс для того, чтобы мы поддерживали существующие лаборатории. И мы тоже как-то разъясняли, что можно, конечно, приглашать сторонних ученых, которые не являются сотрудниками лаборатории, например, по договорам ГПХ. Но все-таки основной костяк работающих должен быть из этой лаборатории. Иначе теряется условие, что мы поддерживаем существующую лабораторию. Давайте мы, как всегда, как учит нас наука, предельный переход, давайте мы уволим всех, кроме руководителя. И будет руководитель и сотрудники других организаций. Ну это что, это поддержка существующей лаборатории? Конечно нет. Поэтому все можно, но в пределах разумного, чтобы проект не потерял окраску поддержки именно существующей лаборатории. В ноябре исполняется 40 лет двум сотрудникам лаборатории. Они остаются в команде, в соглашении. Обязательно мы должны принимать двух новых молодых сотрудников. Вы знаете, по молодым есть условия, оно у нас с первого конкурса, что условия по молодым, они немножко разные. Процент людей до 39 лет, или там студенты, аспиранты. Вот это условие, которое есть в соглашении, должно выполняться в любой момент работы по гранту. В любой. И перерывов, разрывов быть не должно. Это означает, что если вы видите, что тем людям, которые зачтены у вас, как молодые, и на них есть соответствующие условия соглашения, они перестают таковыми быть, мы не призываем исключить их из состава группы, но мы призываем вас подумать о том, кем их заместить, поскольку это условие должно выполняться еще раз в любой момент реализации проекта. Это обязательное требование конкурсной документации и соглашения. На каком этапе публикация засчитывается, принята к печати и какие подтверждения нужны? Ну, очень просто. Обычно редакция уведомляет авторов о том, что их публикация принята к печати. Письмо редакции является таким подтверждением, этого вполне достаточно. Никакие другие публикации, направленные в печать, находящиеся на рецензировании, рассмотрении фонд, не засчитывали. Мы засчитываем только публикации, которые уже опубликованы, может быть даже они физически не вышли, но на них есть выходные данные. Или публикации, имеющие статус принята к печати, если есть соответствующее официальное подтверждение редакции. Вопрос. Возможно ли изменение в распределении статей сметы по текущему году? Здесь дальше идут всякие пояснения. Мы хотим это, не хотим то. Возможно любые изменения. Мы даем вам все права по изменению сметы. За исключением тех условий, которые предусмотрены в текстовой части грантового соглашения. Нельзя увеличивать накладные расходы по сравнению с предусмотренным в соглашении. Нельзя увеличивать расходы на услуги сторонних организаций. Нельзя уменьшать долю оплаты труда для категории молодые работники. Вот эти вещи делать нельзя. Все остальное, пожалуйста, перераспределяйте. Мы понимаем, что, например, вам прибор оказался не нужен, вы хотите выплатить зарплату. Или наоборот, вам очень нужен прибор, и вы готовы за счет своей зарплаты его купить. Все в вашей власти. Кстати, по поводу накладных. Их можно уменьшать. Их можно увеличивать в заявке на следующий год, но не превышающий процент тот, который стоит в конкурсной документации. В конкурсной документации было написано, что накладные расходы не могут превышать 10%. В первый год реализации проекта организация заявила 5. Может ли она на следующий год заявить 10? Может, но не 15. А в тот год, в который она заявила 5, значит, это должно быть 5. Мониторинг проектов, экспертиза отчетов. Это взаимосвязаны ли разные процедуры? Экспертиза отчетов – это экспертиза научной стороны проекта, как выполняется работа. Мониторинг проектов – это выяснение соответствия представленных нам в составе отчетов сведений действительности и выявление нарушений формальных требований к соглашению. Ну, например, если написано, что ни один из исполнителей проекта не может получить более 15% всего фонда вознаграждения, а человек получил 25% или 47%. Это нарушение формальных требований соглашения, и это выявляется либо в составе отчетов, либо при мониторинге. То есть все пункты соглашения обязательны к соблюдению. Все формальные требования к соглашению должны быть соблюдены. Возможно ли проведение биологических испытаний и химических соединений за рубежом, если фирма, которая оказывает эти услуги, не была первоначально указана заявкой на гранд списке сторонних организаций? Ну, здесь два вопроса. Первый, по поводу, можно ли менять вообще организацию, которая вам оказывает сторонние услуги, мы никоим образом не против. Вы заявляли одну, потом другую. Просто вы в составе отчета нам расскажете, что она там делала, а экспертиза это оценит. А, так сказать, всякие замены, это целиком в вашей власти. А по поводу проведения биологических испытаний, химических соединений за рубежом, вопрос крайне удачный в этом смысле. Я призываю вспомнить, может быть, для многих это густой звук, но тем не менее, есть такой термин экспортный контроль. Есть такая уважаемая служба по экспортному контролю. У вас в организациях должны быть, по идее, комиссии по экспортному контролю и сотрудники, которые за это отвечают и пользуются услугами сторонних аккредитованных организаций. Вот ничего так просто за рубеж без соблюдения условий экспортного контроля вывозить нельзя. Это просто мой вам совет, чтобы к вам не пришел человек с ружьем, потом и, так сказать, под белые руки не подвел куда-то в известное место. То есть, вот, если вы прошли процедуру экспортного контроля, пожалуйста, пожалуйста, мы не против. Возможно ли замена организации исполнителя? Я ответил, возможно. Можно ли увеличивать на нескольких человек количественный состав членов научного коллектива гранта? Это можно, если нет соответствующего ограничения в грантовом соглашении. Поскольку в первом конкурсе мы, по-моему, в первых конкурсах мы не предъявляли никаких требований к максимальному количеству в составе научного коллектива. В последующих мы начали предъявлять. У нас ряд конкурсов пошли под условием, что состав коллектива не должен превышать 10 человек. И все это подписали. И руководитель проекта, и руководитель организации. И они обязаны за этим следить. Подписали это условие? Согласились с ним? Выполняйте. Можно все, что не запрещено соглашениями. Могут ли быть включены в состав соисполнителей по направлению оплаты услуг сторонних организаций физлица? Ну, тут уже отличалось. Они проходят по категории вознаграждения физлицам. Все физлицы, которые получают вознаграждение по договорам ЛГПХ, идут по статье вознаграждения. Каким образом мы должны отчислить статьями, которые еще не опубликованы, но приняты к публикации? Приняты. Уведомление редакции о принятии нам вполне достаточно. Его можно отсканировать, подлинковать к отчету. Там есть файлы с дополнительными информациями и нормально. Можно подшить копию к текстовому документу отчета. Здесь нет проблем. Каким образом мы должны подтверждать факт подачи рукописи на рассмотрение в редакции журналов? Никаким. Фонд не вмешивается в ваши взаимоотношения с редакцией. Фонду интересно опубликованная статья или как минимум принята к публикации? А факт подачи мы никак не оцениваем, не рассматриваем. Статья, поданная в редакцию, для фонда юридически не существует еще, как отчетная, зачетная статья. При командировании за рубеж для участия в конференциях с результатами исследований в нормативных суточных в рублевом эквиваленте превышающих 2 500 должен начиняться НДФЛ. Каким образом данные правила действуют при финансировании командирования с грант РНФ? Никакого отношения РНФ не имеет политики командирования ваших организаций. Мы разрешаем командировать участников проекта за рубеж, приветствуем такие вещи. Но каким образом им начисляется оплата, РНФ здесь ни при чем. Все вы являетесь бюджетными автономными или автономными учреждениями, есть соответствующие требования бюджетного законодательства, вы в рамках его работаете, в рамках этого такого законодательства и РНФ здесь не является регулятором и не вправе ни комментировать, ни устанавливать свои нормы. РНФ не является регулятором в сфере закупок и не устанавливает собственных правил, требований, ограничений. Это целиком зависит от закупочной политики вашей организации. Вот как вы закупаете за счет внебюджетных средств, а деньги РНФ для вас являются внебюджетными, вот так и закупаете. Может быть у вас есть на это свой собственный приказ, который одобрен учредителем, или вы работаете по известным законам, там 44 ФСЗ и так далее. Фонд в это не вмешивается и не устанавливает никаких условий ограничений или послаблений. Хотелось бы уточнить, отлажена ли система электронных отчетов. В прошлом году в колонке с количеством опубликованных статей сохранялась лишь одна цифра. Мы вбивали 13 статей, а получилось 3. В результате мы получили замечание экспертного совета о недостаточном количестве публикаций. Ну, во-первых, вы эти публикации приводите в физическом смысле, то есть вы, по крайней мере, ссылки, и мы разберемся с этим делом. И пришлите еще раз письмо на любой из адресов, там конкурс, РСФ, репорт, РСФ. У нас, кстати, на сайте фонда появились почтовые адреса руководителей, можете прислать на мой адрес, мы разберемся. В принципе, такого бы быть не должно. Если вы действительно 13 статей, но это как-то, в общем, за те полгода, которые длились грантом, не представляется перебором, мы с этим будем тоже разбираться. Мы, безусловно, зачтем вам эти 13 статей, если они действительно связаны с выполнением работы по гранту. Да, кстати, по поводу выполнения. Еще раз говорю, что мы зачтем, и то, я бы так сказал, с некоторой натяжкой, все меня понимают, друг друга обманывать не будем, статьи, которые в окончательной редакции, в окончательном виде приняты редакцией после даты заключения соглашения. И никак не до. Штатей, которые были направлены за месяц до даты, за два, за три, мы не зачтем и просим не обманывать ни себя, ни нас. Потому что любая работа требует некоторого, как правило, достаточно продолжительного времени. Но бывают, наверное, исключения, когда человек сделал работу за два дня и тут же ее опубликовал, мы готовы с этим разбираться. Готовы. Но, в принципе, юридические основания для того, чтобы считать работу выполненной в рамках гранта, является соглашение, как юридический документ. Как юридический документ. Так. Каким образом осуществляется обратная связь с фондом? Мы отправляли в конце прошлого года документы об изменении состава исполнителей, но до сих пор не знаем, получат ли они фондом, я еще раз сказал, что все, что касается изменения состава исполнителей, нам достаточно вашего отчета. Отдельных документов мы не просим вас отправлять в наш адрес и не реагируем на это. Нам достаточно того, что есть в отчете. И не рождайте сами, не рождайте лишнего документа оборота. Вот принято критиковать стороны, которые дают деньги, вот, бюрократизм, замучили отчетностью. Но не давайте нам бумаг, которые мы от вас не просим. Мы от вас просим отчет и все. Но в надлежащем виде. Как быть, если мы не полностью согласны с некоторыми положениями экспертизы? Жалуйтесь. Мы рассматриваем такие жалобы, поверьте, очень тщательно рассматриваем. Не все из них оказываются справедливыми. Но, тем не менее, на настоящую дату мы примерно расстались, отказались от услуг, я бы так сказал аккуратнее, около 200 экспертов фонда. Потому что признали, что жалобы наших заявителей, ну, они вполне справедливые. А эксперты где-то накосячили. Мы все это рассматриваем и с экспертами прощаемся. Если эксперт действительно накосячил, в какие сроки планируются выездные проверки? Это уже отвечалось, в течение года они будут. Являются ли тезисами международной конференции индексированной системой Web of Science или Scopus публикации? Являются. Если у нас написано публикация, то все виды публикации, все являются публикацией. Если мы будем писать статьи, например, статьи, то это некий особый вид публикации, тогда мы будем засчитывать только статьи. Но пока вроде у нас идет зачет всех публикаций, тезисы. Коль скоро они попали в индексную базу, мы примем спокойненько. Здесь вопросов нет. Могут ли к выполнению заданий по действующему проекту РНФ малые научные группы привлекаться иностранные аспиранты и магистры из ЕС? Я так понимаю, что речь идет о выполнении того самого обязательного условия по молодым. Там сколько-то аспирантов. Один, по-моему, кандидат в науку, два аспиранта или студента. Нет. Здесь мы, это условие направлено на патронирование в отношении российской молодежи и привлечение иностранной молодежи, как выполнение этого условия, засчитываться не будет. Со вступлением в управление новой дирекцией поменяется ли что-то во взаимодействии исполнителей с этой организацией? Будут ли изменения в процедуре отчетности? Я ничего не знаю, что какая-то новая дирекция вступила в какое-то управление. Так. Проект. Было выставлено замечание. Пожалуйста, дайте конкретику. Обычно по всем проектам, по которым мы выставляем замечание, мы конкретику даем. Но, тем не менее, вот здесь один проект, мы еще раз на него посмотрим. Мы публикуем работы по результатам исследований и по проекту поддержанному РНФ. Отдельные результаты мы обсуждаем с нашим коллегой из рубежной страны, поскольку он помогает нам разобраться с некоторыми деталями. Советует, вносит полезные предложения и включаем его в публикации. В какой степени такие статьи будут нам зачитываться при отчетности? Будут зачитываться. Единственное, только речь идет о том, что, видимо, появится аффиляция у этого иностранного коллеги с другой организацией. Но если в аккноледжмент будет указано, что источник финансирования только гранд-фонда, мы посмотрим это нормально. Но если вдруг обнаружится, что в аккноледжменте еще есть упоминание об ином источнике финансирования, вы знаете нашу политику. Тогда вы должны четко в статье сказать, что вот это было сделано за гранд-фонда, а вот это было сделано не за гранд-фонда. А наши эксперты посмотрят соответствующее задание. Если обнаружится обман, ну, со всеми вытекающими. Обманывать, как известно, Господь не велел, вот и грешно. А в принципе, это статус. Мы не против совместных публикаций никоим образом. Только все должно быть честно. В каком статусе должны быть статьи для отчета по гранту? Отвечал. Необходимо ли выдавлять фонд о смене исполнителя в проекте заблагодарения? Отвечал. Только в отчетах. Интересует корректное заполнение формы 4. Вознаграждение исполнителям проекта. Как корректно указывать данные по страховым взносам? Если по каждому исполнителю по каждому году они отличаются в зависимости от выплат. Ну и указывайте. Есть человек Петров, Иван Петрович. Он получил такую-то заработную плату и такие-то оплаченные взносы суммарные в разные фонды. Берите эту сумму и указывайте в качестве суммы его вознаграждения. Или если у вас договор ГБХ с человеком каким-то, тоже указывайте с соответствующими отчислениями сумму этого договора. Как есть, так и есть. Возможно ли переследование средств по статьям СМЭТЫ? Отвечал уже. Возможно все, что не нарушает соглашения. Возможно ли менять состав работ, если по какой-то причине невозможно выполнить какие-то отдельные исследования, что выяснилось в процессе работ. Можно ли заменить их на другие, не менее научно значимые исследования? Вопрос хороший, но вопрос исключительно к экспертизе отчета. Потому что отчет, когда экспертируется, эксперт и экспертный совет видят ваше задание и одновременно видят ваш отчет. Если он увидит несоответствие, он вправе написать. Вплоть до того, что оценить, что совсем не то сделано, значимость научная низка и потребовать вашей головы. Ну в том смысле, что рекомендую работу досрочно прекратить. Ну мы, как правило, такие рекомендации к ним прислушиваемся. Но если эксперт скажет, что все замечательно, что копнули в неизведанную область, а там научная значимость, ого-го, ну вот как эксперт скажет, так фонд и поступит. Ну и учитывая, что у нас обычно 2-3 эксперта, потом по суммарному мнению панели рассматривают эти заключения экспертные, экспертный совет принимает соответствующие решения. То есть это вопрос не к нам на самом деле. Можно ли менять состав работ между годами? Часть исследований, запланированных на 15-е, перенести на 16-е, работа 16-го, выполнить 15-е. Опять же, вопрос к экспертизе. Если эксперты скажут, да такого быть не может, телегу нельзя поставить впереди лошади, они вправе сделать рекомендации, соответствующие в адрес совета. Вот. Вопрос не к нам, это вопрос экспертизы. Так, что еще? На текущий год не запланированы публикации монографии, однако в этом году уже приняты редакциями две наши монографии. Переуполнение плана по монографиям будет ли учитываться в случае недовыполнения плана по публикациям индексируемого в Повсайенсе из Копус? Не будет. Мы даем вам деньги, приличные деньги фонд дает в обмен на обязательства. Главным обязательством является публикационная активность в Повсайенсе из Копус. Если иное, не установлено соглашение. Но одно взамен другого учитываться не будет. Так, дальше. Будет ли зачитываться в качестве отчетной публикации принятые в печать? Будет. Даже если она выйдет на следующий год. Но, подчеркну, по итогам трехлетки, вот там уже никаких лукавств быть не может. То есть за три года должно быть все. В течение проекта переносы публикации возможны. Какие подтверждающие документы нужно представить к отчету для подтверждения присутствия зарубежного выделя проекта на территории России? Копии штампов, паспорта или какие другие? Ну, мы вообще привыкли верить нашим отчитывающимся сторонам, тем более отчет подписан руководителем проекта и руководителем организации. Их репутация, если не подписывают недостоверные сведения, она чего-то стоит. Но, в принципе, штампы в езде-выезде за рубежом и подтверждение, что в это время человек работал в организации в рамках трудового договора или договора ГПХ, это нормально. Это нормально. Хуже будет, если мониторинг обнаружит, что имело место лукавство. Что человек, например, пересек границу, он действительно был в России, но не работал. Соответствующих нет приказов, трудовых соглашений. Значит, еще раз хочу подчеркнуть, самый страшный грех это вранье. Вот за такие вещи, за обманы, наказание будет весьма строго. То есть, по рекомендации экспертных советов, а мы с ними проводим соответствующие беседы с экспертами, если будет обнаружено, что нас пытаются обмануть сознательно, ну, мы будем с такими коллективами расставаться, причем с применением соответствующих санкций. Санкции досрочного прекращения проекта у нас на сайте висят. Там, по-моему, три года отлучения от участия в конкурсах. Можно ли сократить сроки пребывания в России в этом году и компенсировать их в последующих? Ну, нежелательно. Есть условия формальные соглашения. Нежелательно. Но если уже, так сказать, там что-то произошло чрезвычайное, мы готовы рассматривать такие вещи. 9 мая российский фонд на семинаре выступил с дополнительными разъяснениями требований по публикациям по проекту. В частности, было подчеркнуто, что наличие двойной аффиляции может расцениваться как факт, подтверждающий двойное финансирование. Ну, я только что обсуждал, что если есть аффиляция с двумя разными организациями, то хотелось бы понять, человек из второй организации за какие деньги проводил работу. То есть, некий смысл есть. Здесь есть еще одна ветка у этой проблемы, хотел бы заранее сказать. Вот человек работает по гранту не по месту своей основной работы. Ну, например, он работает по гранту организации А. Организация А является для него плательщиком по этому гранту. А работает он по своей основной работе в организации Б, которая ни заявку не подавала, никак в этом гранте не участвует. И вот он хуже всего, когда он указывает аффиляцию с организацией Б. Вот. Но это вопрос, так сказать, руководителя проекта. На мой взгляд, ну, справедливо было бы, что кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Если организация А платила деньги в рамках любой формы взаимоотношений, трудовой договор, договор ГПХ, то справедливо было бы указывать аффиляцию именно с этой организацией, поскольку указание аффиляции с третьим лицом, ну, внесет неизбежно искажение в отчетность, в оценку эффективности научных организаций. То есть, если все вдруг из организации Б будут работать на организацию А, а указывать организацию Б в качестве аффиляции, потом, по результатам оценки, окажется, что организация А, которая выиграла конкурс и представляла все условия, платила деньги, она плохая, она ничего не сделала. А вот организация Б, которая никакого отношения не имеет, она хорошая. Ну, поймите, что это, видимо, несправедливо. Так что, хотелось бы, чтобы и такие соображения тоже учитывались. Так, совместные публикации. У нас есть разъяснения по этому поводу. Ну, публикуйтесь, но отражайте, какая часть работ выполнена за счет одного источника финансирования, какая часть за счет другого. Как засчитывается статья по нашему проекту РНМ? Мы ее засчитываем как целую статью. Вот как будет засчитывать Миноборнауки, я не знаю. Это вопрос туда. А мы засчитаем как нормальную статью. Ну, что здесь такого? Может быть, действительно логично. Какая-то общая проблема. Коллектив здесь наш, например, сделал свою часть, коллектив в другой организации российской, или даже зарубежная, сделал другую часть. И логично это в одной статье. Ну, здесь, как говорится, это дело ученых. То есть, мы здесь никак на это не влияем. И никаких рекомендаций у нас по этому поводу нет. Вот искусственно делите на две статьи, нет. Ничего такого. При подаче проекта указывались одни накладные. Можно ли их увеличить на другой, третий год? Можно. Но до уровня, который является предельным по конкурсной документации. Я этот вопрос уже, по-моему, ответил. Облагаются ли НДФЛ суммы выплаты исполнителям, фамилии которых не обозначены в конкурсной заявке, не прописаны на титульной странице заявки? Значит, как я понимаю, налоговая попросит приказы о составе научного коллектива. И вот НДФЛ избегут те, кто в этих приказах. Те, кто вне этих приказов, но каким-то образом получил деньги. Во-первых, это нехорошо, это противоречит нашим условиям. А во-вторых, ну там уж придется заплатить налоги. К титульной странице заявки это не имеет никакого отношения. У нас на титульной странице в последнее время только основные исполнители. Это не значит, что в коллективе нет других исполнителей, и они не имеют права на льготы. Имеют. И все это оформляется приказами внутри организации. Существуют ли какие-нибудь ограничения по срокам экспедиции или командировки в зарубежной стране? Ну, наверное, здравый смысл. Мы никаким образом никаких ограничений в соглашении у нас не установлены. Но экспертиза на это внимательно посмотрит. Если человек провел в экспедиции 6 месяцев где-нибудь в курортном месте, на Таити, я не знаю, там, в Новой Зеландии и так далее, то будет оцениваться целесообразность такого. Если эксперты придут к выводу, что нецелесообразно столь долгое нахождение, они могут не потребовать закрытия гранта, но предложить уменьшить сумму финансирования, и мы тоже с ними соглашаемся. Ну, это то же самое, если проводится конференция, например, какая-то, но она проводится там не в России, а за рубежом. И эксперты скажут, что проведение за рубежом влекло там удвоение расходов на конференцию. Но в этом случае, так сказать, сумма гранта по рекомендации эксперта может быть уменьшена. То есть, все-таки, так сказать, научные деньги надо тратить как-то разумно. Я бы даже сказал, что их надо тоже экономить. Понимаете? Вот. Может быть, побольше работы удастся за счет такой экономии сделать. В прошлом году прошла закупка всего необходимого оборудования. Лаборатории просто полностью укомплектованы. Можно ли перенести на другие статьи? Можно. Пожалуйста. Если вы закупили действительно все оборудование, планировали сначала закупить там на 5 миллионов, а хватило трех, да не вопрос. То, чего не нужно, закупать не нужно. По-моему, это здравый смысл. Можно ли перенаправить деньги на другие статьи расхода? Можно. Можно ли за счет них увеличить сумму накомандировочные расходы? Вот сумму накомандировки увеличить можно. А накомандировочные расходы, я уже говорил, это политика вашей организации. Фонд не устанавливает требования, что человек за счет гранта фонда может получать суточные 10 тысяч. Мы такого не вправе установить. Вот. Поэтому на командировочные расходы нет, а на командировки вообще, почему нет? Когда будет выплачен второй транш? Ну, сроки указаны в соглашении до 31 июля. Фонд уже подписывает какие-то платежки, уже какие-то платежки пошли, но до 31 июля мы завершим это. То есть второй транш должен быть выплачен до 31 июля. Можно ли оказать финансовую поддержку участникам школ, конференций, поддержанных в рамках гранта? Но вы знаете, ситуация следующая. Вы проводите какую-то школу, организуете школу или конференцию, вы хотите кому-то за что-то заплатить. Для этого вам нужно вступить с этими людьми в какие-то правоотношения, в трудовой договор или в гражданско-правовой договор. Если вы вступите, то на мой взгляд это нормально. Но вообще это политика, опять же, вашей организации. То есть если вы сумеете доказать разным всяким органам, что трата соответствовала законодательству Российской Федерации, фонд здесь ни в чем вас не ограничивает. Но на мой взгляд, для того, чтобы кому-то что-то заплатить, надо заключить какой-то договор на выполнение работы или указание услуг. В рамках такого договора, я думаю, оплата возможна. Если договора такого нет, ну, значит и нет. Если, например, это иностранцы, чтобы он у вас поработал, сделал какую-то работу на территории Российской Федерации или оказал услугу, здесь еще, так сказать, ФМС участник процесса, федеральная миграционная служба. Тут все еще больше, это самое, усложняется. А так? Пожалуйста. Так, по поводу корректной публикации, корректных ссылок на фонд. Значит, у нас есть корректная ссылка на фонд в русской транскрипции, это просто соглашение. Сейчас последние соглашения, мы стали вставлять корректную ссылку на фонд в англоязычной транскрипции. Мы, честно говоря, надеялись, что заявители посмотрят наши документы, которые у нас на фонде. Там, в частности, закон о фонде размещен. И там все сокращения полные и короткие для фонда и на русском, и на английском языке даны. Но мы, видимо, еще раз на сайте опубликуем разъяснение, как ссылаться корректно на английском языке. Потому что действительно такая проблема, когда мы в 10 ипостасях фигурируем в системах, в этих базах данных, она, конечно, неправильна. Неправильна. Так, ну, собственно, вот у меня, наверное, все из тех вопросов, которые я получил. По поводу ответов на вопросы по электронной почте. Мы стараемся отвечать. У нас крайне немного работников в фонде. Крайне немного. То есть фонд очень маленький по составу работников. Сильно меньше, чем государственные научные фонды. Вот. Мы стараемся отвечать на многие вопросы. Не отвечаем на те, на которых уже размещены. Но, я даю слово, мы подумаем над тем, чтобы, так сказать, более тщательно обращаться с вопросами заявителей. Если вопрос, опять же, касается компетенции фонда. Если вопрос не касается компетенции фонда. По налогам, по закупкам, по командировкам. Мы такие вопросы не комментируем. Вопросы, находясь в компетенции, я беру на себя обязательство провести разъяснительную работу, чтобы люди, которые отвечают, все-таки отвечали в какие-то, ну, достаточно сжатые сроки. Хотя по закону у нас, вы знаете, на ответ месяц. Иногда, конечно, мы понимаем, что месяц это много. Но, понимаете, вот поверьте мне, у нас люди не сидят и не бьются в потолок. То есть есть время, обязательно ответим. То есть постараемся с этой веткой работать тщательнее. Так. Ну, все. Остальное, так сказать, читайте наши условия. Может ли руководитель одного гранта быть исполнителем по-другому? Может. Если не превышается условия, установленные фондами, опубликованные на нашем веб-сайте, которые кратко можно охарактеризовать два гранта в одни руки. То есть руководитель может быть исполнителем в другом гранте. Он уже не может быть повторно руководителем, но исполнителем может быть. Но в третьем уже нехорошо это. Вот. Так что вот так. Ну, спасибо за внимание. Пока вот с вопросами, которые мне распечатали, я вроде бы со всеми разобрался. Постараемся ответить и на иные вопросы, каким-то образом, которые поступили во время этого вебинара, но не отразились ни в устных ответах, не висят там в письменных уже. Мы постараемся ответить. Спасибо вам большое. Ну, уважаемые коллеги, вы исчерпали наш регламент. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие было для вас полезным. Если в дальнейшем вы, значит, ну, видите пользу в такого рода общениях, если у вас есть запросы на какие-то тематические обсуждения, которые, по вашему мнению, могли бы помочь сделать ваши отчетные документы более качественными, снизить количество ошибок, какие-то другие аспекты обсудить, мы готовы как бы оперативно реагировать, согласовывать с Российским научным фондом, как с нашим заказчиком, возможность проведения таких мероприятий. И еще раз обращаю ваше внимание на следующий момент. Что касается видеозаписей и презентации, они будут созвещены на нашем сайте, на сайте Национального фонда подготовки кадров и на сайте РМН. По последнему выступлению Ольги Константиновны мы тоже подготовили презентацию, чтобы вам просто был удобный этот материал переработать, поскольку видела в чате замечание, что у ряда послушателей был не очень качественный. Спасибо за активную работу в чате. Действительно, очень большое количество дополнительных вопросов, которые мы обязательно проанализируем и передадим коллегам из Российского научного фонда, и на них подготовят, мы совместно подготовим, разнестим ответы, доведем до вашего сведения. Значит, хочу немного сделать акцент на том, что мы сегодня специально так много говорили о формальных аспектах соглашения, и в частности, вот ваши вопросы, касающиеся того, планируя ли Национальный фонд подготовки кадров введения института кураторства по отдельным соглашениям. Я понимаю, что там некоторые организации привыкли к такой форме взаимодействия с нами. Вот в рамках данного, значит, контракта мы не планировали введения кураторов, потому что, еще раз повторяю, наш контракт с Российским научным фондом касается информационно-аналитической обработки отчетов 2014 года. В этой связи, значит, именно поэтому так много сегодня говорилось о формальных моментах, потому что мы прекрасно понимаем, что качество научной публикации, и об этом Павел Геннадьевич, например, сразу сказал, мы вообще никак не включали в предмет нашего усмотрения, что все вещи, связанные с ассоциацией ваших грантов с Российским научным фондом, и столь подробное обсуждение проблем, например, написания, апрекиатуры, я просто еще раз, чтобы вы понимали, не потому что мы, или РНФ, как заказчик ваш, придает такое повышенное внимание тому, чтобы было правильно написано наименование организации с точки зрения статуса фонда, а хотя бы по той простой причине, что вы видели, что уже сейчас по результатам первого года статей 6,5 тысячи. Исходя из того, что возникают такие вариации в описаниях, в аббревиатурах, в неправильном указании номеров грантовых соглашений, мы не можем применять автоматические средства анализа, и мы вынуждены весь этот массив, коллеги, обрабатывать практически вручную. Поэтому я очень хочу, чтобы вы поняли, что мы внимание уделяем этим аспектам, точно так же, как и вот по тем моментам, о том, как говорила Раиса Васильевна, не потому что вы не прочитали ваших соглашений, или вы не уделили им достаточно большого внимания, а потому что огромное количество замечаний продуцируется техническими проблемами, техническими сбоями, и для того, чтобы количество этих ошибок стало меньше, для того, чтобы в будущем отладить вот эту процедуру подготовки и приемки отчетов, вот именно поэтому мы сегодня так внимательно сконцентрировались на, именно еще раз повторяю, формальных аспектах выполнения условий соглашений, и тех позициях, на которые мы хотели бы, чтобы вы обратили внимание. Значит, спасибо вам большое за вашу работу. Значит, мы открыты для взаимодействия. Вы сейчас видите на слайде все наши контакты. Вы можете обращаться к нам по тем вопросам, которые возникают. Но еще раз повторяю, мы готовы на них отвечать в рамках нашей компетенции, то есть ровно того перечня работ, которые, значит, мы осуществляем. Мы готовы выступить, значит, вместе с вами такими с разработчиками, что называется, изменениями, если это целесообразно, если это необходимо, и в формата документов, и в условия документов. Но тогда, значит, эти запросы должны быть каким-то образом сформулированы, донесены, да, сведения. Мы готовы взаимодействовать с Российским научным фондом для того, чтобы действительно получить и систематизировать все эти ответы, и расширить тот перечень ответов, который уже размещен на сайте фонда. Поэтому обращайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Надеюсь, что это наше первое мероприятие, но не последнее. И мы еще вместе с вами благородно в течение этого года поработаем. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok